Итак, уважаемые коллеги, я приветствую всех в нашем студенческом, университетском шоуруме. Я приветствую всех, кто собрался, и наших гостей. Спасибо, что еще до начала нашего разговора вы вспомнили круглые столы, такие откровенные дискуссии, которые были между студентами и преподавателем, между мэтрами и начинающими. Ну вот шоурум всегда открыт своими дверьми для этого. Я надеюсь, что вы чаще будете к нам приходить, участвовать, потому что действительно на многие вопросы сегодня ответы найти, вы правильно говорите, сложнее. И вот на группу вопросов, бесконечную группу вопросов, которые сегодня волнует все общество, а молодежь не только волнует, еще и тревожит во многом. Нам помогут ответить люди, которые и профессионально это знают, но и просто в силу своего жизни, профессионального политического опыта, имеют достаточно устойчивые позиции и мнения по поводу того, что происходит в стране и вокруг нашей страны. Я с удовольствием представляю всем собравшимся наших сегодняшних спикеров. Это председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по контролю. Я сразу говорю, смотрите, это человек, который возглавлял управление администрацией президента Российской Федерации по внутренней политике. Вот что кто знает все про внутреннюю политику нашу. Он был сенатор в течение пяти лет с 15 по 20 годы, выпускник Казанского Федерального Университета, известный политолог и профессор Олег Викторович Морозов и политолог профессор Наиль Митхадович Мухарлямов. Как вы уже слышали из вступительного неофициального слова, тоже наш выпускник. То есть кровная связь, кроме всего прочего, нас объединяет Олег Викторович. Украинский кейс, главный, который сегодня волнует и тревожит. Если позвольте, прежде чем будут формироваться вопросы в зале, для общего еще раз понимания, скоро три месяца, как началась спецоперация, возможно ли было с точки зрения политики избежать прямого, серьезного, вооруженного столкновения между Российской Федерацией и теми силами. Я не говорю Украины, там огромное количество сил, которые нашей стороне противостоят. Возможно ли был с вашей точки зрения мирный поворот событий до 24 февраля? Это сложный вопрос. Всегда, когда просят о чем-то высказаться в сослагательном наклонении, всегда возникает проблема. Потому что, как переписать историю, ее не перепишешь, она такая, какая она есть. Но, я попробую вот как ответить на этот вопрос. Дело в том, что, когда состоялась Крымская весна и когда Крым по воле людей, которые там жили, ушел в Россию, это произошло после известных событий на Украине, после Майданной революции, которая фактически, если брать ее смысловое содержание, имела все признаки государственного переворота, Крым ушел в Россию. А вот тогда ваш покорный слуга, как раз в статусе начальника управления по внутренней политике, девять раз в течение года, пятнадцатого, находился на территории Крыма. Вот все, что происходило в Крыму в пятнадцатом году, это проходило на моих глазах. Все важные политические события того времени, это были события, в которых я участвовал лично, причем не из Москвы, а находясь там, в Симферополе, в Севастополе. И вот тогда одновременно начинались события на Донбассе. Тогда одновременно с мирной эволюцией Крыма в сторону России, в сторону, значит, самоопределения, происходил другой процесс. Попытка силового возврата Донецкой и Луганской народной республики в лона Украины, а граждане этого не хотят. Начинается силовое давление, начинаются обстрелы, кровопролитие. И вот тогда многие, особенно крымчане, военные, политики, говорили мне, ну, давайте вот сейчас быстренько решим эту проблему, ну, по какому-то сценарию, по какому-то, возможно. Но не хотят же они жить на Украине, граждане, которые выживают в Донецке, Луганске. Давайте им как-то поможем. И тогда, как вы знаете, началось военное сопротивление киевскому режиму со стороны людей, которые жили на территории этих двух республик. Возникла линия фронта, был момент, когда они фактически контролировали территорию всех полностью этих республик, даже провели референдум о том, что они хотят, не хотят, скажем так, лучше отнеете, не хотят находиться в составе Украины. И вот тогда, когда казалось, что можно было решить эту проблему, вы помните, были боестолкновения, дважды украинские войска оказались в тяжелом окружении, под Дебальцево, и потом был еще Иловайский котел. Вот тогда родилась идея подписать Минские договоренности, Минское соглашение, по которому предполагалось прекращение военных действий и интеграция этих двух республик в состав Украины. Мирным путем, на определенных условиях. Там 13 пунктов в этих Минских соглашениях. Вот сейчас вы задаете вопрос, а можно было по-другому? Наверное, можно. А другой бы был сценарий? Вероятно, другой. Но выбор был сделан в сторону остановки кровопролития. Вот это было главное. Если меня спросят, а Минские соглашения это что? Вот прямо такой подарок судьбы для России? Ну нет. Это с нашей стороны такой тяжелый компромисс. Это что, подарок судьбы для людей, которые проживали на территории, тогда на территории Донецка и Луганска? Да нет. Они тоже шли на определенные уступки. Любой такой документ, это компромисс, это движение навстречу друг к другу, когда есть одна главная цель. Какая? Остановить войну, остановить кровопролитие. Мы тогда исходили из этого сценарика главного. И казалось, вот это самое главное, к вопросу о сослагательном наклонении, казалось, что этим путем можно идти. Если первое, второе, тринадцатое, выполнить все эти 13 пункт минских договоренностей. И мы верили, что это возможно. Сейчас говорят, а как вы могли им верить? Они же с самого начала делали все, чтобы сорвать. Но я вам отвечу на этот вопрос. Когда избирался господин Зеленский, он говорил о том, что он не произносил слова «минские соглашения», но он говорил о мирном возвращении Донбасса в состав Украины. Он говорил о мирном процессе во взаимоотношениях с Россией. Мы ему верили. Мы полагали, что это еще один аргумент в сторону вот этой конструкции, что все-таки миром договориться, без боевых действий. Когда произошел перелом? Перелом произошел тогда, когда господин Зеленский публично сказал, после последней встречи нормандской четверки, там он сказал, да, мы за «минские соглашения», прилетел в Киев, сказал, мы их выполнять не будем. И тогда встал главный вопрос. Если «минские соглашения» не выполняются, а жители Донецка и Луганска не хотят возврата в состав Украины, какой будет сценарий? Ну, так вот, теоретически, что возможно в этой ситуации? При этом мы получали информацию о том, что в течение всех этих лет идет колоссальное наращивание военного потенциала Украина на линии разграничения на юго-востоке Украины. Ну, какой может быть сценарий? Ну, их всего два. Либо они, либо мы. Но кто-то обязательно начнет. Кто-то обязательно начнет решать эту задачу, как ему кажется, на выгодных для него условиях, но силовыми средствами. И сегодня уже практически не вызывает сомнения, что начало нашей спецоперации опередило другой сценарий, встречный. Ну, там на неделю, на две, на три. И, возможно, это уже был бы совсем другой военный сценарий, если бы случилось так, как планировали наши оппоненты. Я отвечаю на ваш вопрос. Мы держали шанс на мирное разрешение этого конфликта столько, сколько вообще нам отвела история. Может быть, даже лишнего. Может быть, надо было иначе. Но мы руководствовались, я имею в виду, политическое руководство России исходило из того, что мир приоритетен. Что это лучше, чем любые другие способы. Но так не случилось. Вот прямо сейчас вопрос сняли с языка. Значит, а может быть, действительно, есть у них такая точка зрения, надо было тогда, в 2014-2015 годах, после Дебальцева и Иловайска, решить этот вопрос вооруженным путем, и не было бы сегодня того, что случилось. Я допускаю... Зря тогда остановились. И попытался ответить на этот вопрос, что возможно и так. Но это в любом случае была бы война тогда. Это были бы боевые действия, возможно, с участием в том числе России тогда. И мы делали все для того, чтобы это не произошло, полагая, что все-таки есть вариант мирный. Но так получилось, что этот сценарий мирный. Он не был воспринят другой стороной. Владимир Викторович. Я вот солидарен с Олегом Викторовичем в том, что сослагательное наклонение, это очень... Понимаете, лучше всего было бы, если бы мы жили как раньше, в одной семье, ездили бы друг к другу в гости, пользовались бы продуктом художественной культуры, богатой художественной культуры, которая создается там, а они, соответственно, потому что русский язык – это ведь не просто символ, так сказать, нахождения в империи. Это огромный массив информации, в том числе научной, эстетической. Когда говорят, что позиции русского языка ослабевают, он вытесняется откуда-то, из Центральной Азии, из Республик Южного Кавказа, Украины. Это означает, что огромная масса населения просто отчуждаются от гигантского количества ценностей и богатств мировой культуры, которая для них доступна пока только на русском языке. И, понимаете, вот беда нашего мышления, я не говорю, что это чья-то вина, конкретно каких-то, так сказать, не очень, может быть, компетентных или квалифицированных людей, аналитиков, наблюдателей, заключается в том, что мы во всем хотим увидеть какие-то вот, ну, как сказали бы философы, детерминизм. Вот есть причина, есть следствие, между ними есть линейная зависимость. Процессы, которые происходят в истории и в актуальный момент общественной жизни, они носят во многом характер, так как сказали бы тоже специалисты, стахастические, там очень много случайного, очень много непреднамеренного и непредумышленного. Сложилась комбинация таким образом, что возникла экзистенциальная, то есть связанная с предельными основаниями бытия угроза, экзистенциальная угроза. Речь не идет о том, что там какие-то были расчеты оперативно-тактические, что было выгоднее, куда эффективнее выдвинуться. Вот мне очень не нравится, когда там какие-нибудь участники ток-шоу, кроме Олега Викторовича, конечно. Олег Викторович завсегда ток-шоу. Но там есть такие горячие головы, которые, скажем, полгода назад говорили, «А вот угадайте, через сколько часов наши танки будут в Киеве? Вот угадайте, через сколько часов?» Ха-ха-ха-ха-ха. И еще я бы хотел обратить ваше внимание на один важнейший моральный аспект, или там как-то, нехорошо, моральное измерение этой истории. Будет время, загуглите, пожалуйста, запрос такой. Надежда Савченко об украинцах. Вы помните, кто такая Надежда Савченко? Это герой военных действий 14-15-го годов с украинской стороны. Она была, так сказать, задержана, пленена была, осуждена, потом ее помиловали, освободили, отправили обратно в Украину. Сейчас она пишет, что украинцев бесит то обстоятельство, что у нас вот здесь, у жителей России, по отношению к ним ненависти нет. Но когда там поколениями воспитывали людей на основе того, что украинская идентичность, я не говорю этническая, или культурная, национально-государственная идентичность, может состояться исключительно, как проект, направленный против России, других оснований просто, у них там очень все по-разному, Юго-Восток, Центральная часть, там Киев, другие области, Запад, который вошел в состав, так сказать, этого государства совсем недавно, и благодаря, во многом случайно, может быть, тоже комбинации разных факторов. бесят то, что у нас по отношению к ним ненависти нет, а вот они воспитывались, ну, можете себе представить, что где-то в российском городе, например, или я не говорю в Москве, идет факельное шествие под лозунгами «Хохлов на виселицу», «Хохлов на виселицу», дети скандируют, дети, что этот народ не заслуживает, во-первых, это не славяне, когда говорят, там нет нацизма, там есть расизм в самых вульгарных формах проявления, когда они говорят, что вот мы настоящие славяне, а вы мордва, перемешанная с тюрками, обрусевшая. Возникает вопрос, что есть разные моральные измерения у всей этой ситуации, разные очень моральные измерения, и что бы, кто бы ни предлагал, вот есть классическая геополитика там, континентальные державы, евразийские, морские державы американские, что они никогда не будут жить в мире, есть цивилизационные какие-то объяснения, объяснительных процедур может быть, так сказать, или схем может быть очень много, но вот эта моральная составляющая, что мы никогда в своей истории не складывались на почве расовой, какой угодно, религиозной нетерпимости по отношению к соседним народам, это факт, который просто никто не сможет опровергнуть, просто никто не сможет опровергнуть, нужно учитывать вот это обстоятельство, которое, ну, не подлежит никакому, многие вещи там говорят, вот, они врут, а вам скажут, нет, это вы врете, а вот есть вещи, которые неопровержимы, то, что никогда бы Россия не стала бы руководствоваться исключительно захватническими какими-то экспансионистскими целями, у России своя философия безопасности, в отличие от, скажем, Америки. Вот, поскольку вы вспомнили ток-шоу, хочу напомнить, что все-таки у нас еще есть одно отличие от тех ток-шоу, которые демонстрируются на телевидении, там не модератор как бы ведет и перебивает, а это прерогатива у нас зала, поэтому я хочу напомнить залу, что вы можете задавать вопросы, микрофоны находятся соответственно, слева и справа по оконечностям, давайте мне только знать, и, соответственно, вот микрофон будет переходить к вам в руки, ну, там руку поднимайте, чтобы я видел, кто хочет задать вопрос, пока вот я вижу, рука есть, вы уже передаете микрофон, то есть я, да, да, я только одну деталь хотел уточнить, вы вот про сколько-то часов в Киеве сказали, упомянули, Олег Викторович, а вот вообще ну, не 70, там, не 90 часов для этого потребовалось, а вообще есть тревога в обществе, действительно ли все идет по плану? Слушайте, я ведь не являюсь военным экспертом, не двигаю на карте военных действий какими-то дивизиями, полками, тревожность у вас есть или что-то? Да, есть, как у любого нормального человека есть, я бы хотел, чтобы все было быстрее, в то же время у меня есть знакомые, достаточно близко я их знаю, которые там находятся, и которые мне рассказывают, как там все это происходит, и если бы я им сказал, ребята, а может вы как-то там побыстрее, то они скажут, может ты сам съездишь там это, сядешь за рычаги танка или там за штурвал самолета и сделаешь быстрее? это не только непрофессиональное, даже с этической точки зрения очень, я бы сказал так, сомнительно пытаться, когда люди воюют, рискуют жизнью, говорить им как надо. У меня такого права нет, ни морального, ни профессионального. С другой стороны, я понимаю, чем определяются темпы. Вот это я понимаю. Темпы определяются только одним и основным главным. Идеи сбережения людей, наших солдат и офицеров, мирных граждан с той стороны. Если бы война шла по-американски, но это уже сегодня просто общее место, да, мы с вами эти сценарии видели, просто, ну, они описаны, они на съемках, они там на картах, когда, значит, сначала ковровое бомбометание, ни одного живого человека, потом заходят танки и пехота. И сопротивляться уже некому, потому что живых нет. Ну, такая война, да. Я не знаю, там есть, наверное, статистика, сколько убитых, реально живых, убитых людей в той же Раке. Знаете, я недавно в Раке в целом около миллиона. Если в Раке в целом за время американской операции и пост событий, я недавно, знаете, к своему стыду с историческим образованием узнал фантастическую цифру. 6 июня, как известно, 44 года, американцы, англичане и канадцы начали военную операцию по высадке в Нормандии, когда был открыт Второй фронт. 6 июня, в этот день, погибло ранеными и убитыми около 10 тысяч американцев, канадцев и британцев, около 9 тысяч солдат, раненых и убитых вермахта и 20 тысяч французов в результате стартовой воздушной атаки, которую нанесли союзнические силы по побережью, французскому побережью Нормандии. Эти французы вообще никого отношения не имели ни к войне за немцев, ни к войне за американцев, они там просто жили. Их бросили в топку этой операции. Да, конечно, я знаю, почему эти цифры особенно не говорили. Это же наши союзники, они нам помогали вроде как. Это к вопросу о том, как ведется война. Война ведется вот так. И тогда, уже после того, как ты там зачистил это побережье, вот пошла эта высадка. И то, как известно, с такими потерями. Это к вопросу о темпах. Я воздержусь. Олег Викторович, вот мне кажется, что мы все время в разговорах о кризисных вещах связанных с Украиной упускаем из вида один момент. Это не причина, но один из важнейших факторов распад Советского Союза. Конечно. в Советском Союзе детей воспитывали в духе социалистического интернационализма. И говорили, что главное не только какой ты, так сказать, бэкграунда какого, а главное ты хороший человек или плохой. Или там наш человек, или не совсем наш. И вот когда распался Советский Союз и была демонтирована система воздействия на умы подрастающего поколения, тогда со дна поднялась вот эта вот темноватая муть и появилась возможность свои неудачи списать на другого. Сказать, что вот у меня не очень все благоустроено в жизни, потому что здесь есть вот такие, сякие, пятые, десятые, которые нас или объедают, так сказать, или хотят перехитрить, обмануть. Вот очень прискорбно, что ваши сверстники позволяли себе такие высказывания, наверное, с этим нужно будет как-то справляться не только вашему, но и последующим поколениям. Понимаете, вот эти вот высчитывания долей, так сказать, происхождения или места рождения, это что-то такое из области зоологии. не будет ничего хорошего в обществе, где вот это все очень сильно распространено. Хотя, никто от этого не свободен. Что такое движение БЛМ? Это же просто сюрреализм какой-то. Сюрреализм какой-то, да? Что? Самая легкая система аргументации, притязаний, самая легкая система притязаний. Вот есть наши хорошие, есть вот ваши манихейские, понимаемые, плохие. Вот вы и виноваты за все наши невзгоды. Поэтому вы должны нести ответственность и как-то компенсировать, может быть. Ну и, наверное, проблема в том, что, наверное, да, вот БЛМ вы вспомнили, в России это не поднимается на уровень государственной политики. На Украине, насколько я понимаю, это государственная политика. В России вообще это не получает официального такого освещения. БЛМ стала политикой правящей партии. Ну, как инструмент борьбы против кого-то. Инструмент. Инструментально все это делается. Пожалуйста. Ну, у девочек, я буквально еще все-таки потрачу тот важный момент. Мне кажется, у девушки вопрос глубже. Вот он касается не только того, что, ёпти-то там, сказали там, вали на Украину, раз ты оттуда. Она ведь сказала еще одно, что вот я была на Украине, говорила на русском языке в Одессе, там, в Донецке. Ну, понятно, Одесса и Донецка не слишком показатель, но, тем не менее, и я не встречала никакого противодействия. Вот вы знаете, вот политика такая штука, которая всегда случается потому, что так хотят люди. Иногда можно этому противодействовать силой, но в итоге все равно побеждает воля. Вот никогда не случилось бы то, что случилось на Украине сегодня и не было бы этой спецоперации, если бы не произошло то, что произошло в 2014 году. Вы поймите, люди, которые жили в Луганске, в Донецке, в Славянске, в Краматорске, вот в этой зоне, они давно уже, в отличие от крымчан, те всегда бузили, а эти-то жили в Украине, на Украине. Они привыкли, что они часть Украины, они привыкли, что они живут там. Тогда задайте себе вопрос, а что произошло в 2014 году, чтобы эти 3 миллиона людей, которые там жили, взяли и сказали, нет, мы так не хотим, мы вас не хотим, друзья, мы вас сюда не пустим, мы хотим жить по другим правилам. Когда им попытались навязать некие правила из Киева, причем сначала политически не получилось, а потом прилетели бомбы и снаряды, это в качестве аргумента, и они все равно сказали, не хотим. Поэтому, когда вы мне говорите, я говорю свободно в Одессе, меня никто не притесняет, наверное, так оно и есть. В конкретном эпизоде, в конкретном случае, особенно в Одессе, в Одессе, между прочим, в 1918 году украинцев было 3% населения, а все остальные 97% это были люди с другими этническими корнями. Олег Викторович, я тебя перебью. Один из проектов национально-государственного строительства предполагал, что в Одессе будет создана республика, которая называется совершенно дико, на наш взгляд, Румчер-От, то есть республика Одессской губернии, Черноморского флота и Румынского фронта. Депутаты собрались, сказали, мы создаем республику Румчер-От, и когда сегодня говорят Украина имени Ленина, не совсем учитывают то, что для Ленина эти границы носили абсолютно временный характер на живульку, потому что они жили грезами о мировой революции. И когда границы все время будут двигаться, пульсировать, если вот произвести такую, знаете, анимацию линий, да? Они будут плавать, все это будет вот так вот, как водоросли, так сказать, под водой, под воздействием течений. Ну вот, очень жалко, что вам вы попали на учебу с не очень воспитанными молодыми людьми. Вы сейчас уточните, что еще считаете нужным, просто я уже обещал микрофон следующему. Меня зовут Минди, я с Казанского национального исследовательского технологического университета. у меня есть два вопроса, касающиеся экономики. Меня как выпускника очень сейчас сильно интересует, как же вообще мне развиваться дальше, каковы мои перспективы и как вообще в целом состояние экономики. Насчет заработной платы я имею в виду, меня как молодого специалиста и в дальнейшем карьерного роста. И второй вопрос, все-таки я еще как студент, меня интересует вот такой вопрос. будут ли перенаправляться средства экономики с различных сфер в военную, то есть касающиеся сообразования, с молодежной политики в военную сферу и будут ли меняться конкретно стипендии. меня как студента вот данный вопрос интересует. Спасибо. Вот, Олег Викторович, считаете неправильным сослагательное наклонение, теперь давайте о будущем. что будет с экономикой, как и на что делают тренды. Мне кажется, что вопрос был, в экономике был второй вопрос, а первый вопрос был более глубокий, это вопрос был о том, как вообще будет выглядеть мое будущее в сегодняшней ситуации. Я же понимаю, что вы этот вопрос задаете, что до 24 февраля, наверное, этот вопрос звучал бы в вашей интерпретации иначе, иначе бы вы его мне не сдавали. Я правильно вас понимаю? Вас связывает ваше будущее и 24 февраля спецоперация, что поменялось в вашем будущем в связи с этим, правильно? Или я неправильно толкую ваш вопрос? Да, потому что моя сфера образования это все-таки технологическая и в основном на оборудование поступает иностранное. Ага, отлично. И в целом, как будет выглядеть? То есть, возможно, будут сокращаться места рабочие. Возможно, знаете, я как тот АКИН, любой ответ на вопрос начинаю от Библии. Вот, когда я начинал свою депутатскую карьеру, главой российского правительства был молодой человек по фамилии Гайдар, Егор Тимурович. И однажды он выступал в российском парламенте и сказал, что мы вообще неправильно строим экономику, потому что мы вкладываем деньги в убыточные сегменты, тогда, когда эту продукцию можно запросто и дешево купить за рубежом. Ну, например, у нас сегодня все производство сахара в стране убыточное. Зачем нам вкладывать деньги в сахарную отрасль, когда сахар можно купить в Китае? Дешевле, чем в России производить. Давайте кончим эту сахарную отрасль и начнем покупать сахар в Китае. Китай нам его продаст дешево. Я вам это рассказываю к тому, что это имеет прямое отношение к 24 февраля. Вся наша экономика, вся наша система мироощущения была, к сожалению, построена в эти 30 лет по тому принципу, который завещал нам Егор Тимурович Гайдар. Мы поверили в это мировое разделение и вы поверили. Видите, вы задаете вопрос, как я буду дальше реализовывать себя как специалист, когда французы не поставят нам теперь в условиях ВСУ, в условиях санкций, то оборудование, которое они нам раньше поставляли, а на этом оборудовании производилась продукция, оборудование, станки, на которых я должен как специалист работать, я технарь. А вот вопрос вам встречный, а это все хорошо, то, что наша экономика была заточена эти 30 лет таким образом, что у нас теперь нет того станка, на котором вы хотели бы работать, который мог бы сегодня работать без вот этого французского, условного французского трека. В этом и проблема. Знаете, я иногда думаю, может быть, надо было придумать это ВСУ, СВО, для того, чтобы понять, что сухой суперджет, наш базовый лайнер, состоит на 80% из импортных деталей. Если завтра нам скажут, что ни одной из этих деталей мы вам не поставим, он нас не полетит. А это у нас основной гражданский самолет. А чего хорошего произошло, чтобы мы так построили свою экономику? Рано или поздно это должно было случиться. Рано или поздно мы должны были ну в каком-то варианте понять, что так Россия, которая страна с 11-ю часовыми поясами со всей таблицей Менделеева, жить не может. Не может жить Россия, не имея свой полностью национальный самолет. Вот мы истребители, у нас хватило мозгов иметь истребителей, которые сегодня не зависят от импортных поставок или космические аппараты. А гражданских нет. А много из того, что вот сейчас на вас одето, произведено в Турции, Китае, Бангладеш, еще какие вам развитые страны назвать? Шри-Ланка, Вьетнам, Камбоджа. А башмаки на вас вьетнамские. Да? Я не лучше, чем российские. А вам не смешно? Мне смешно и грустно. Я к этому к чему? Насчет вашей реализации. У вас потрясающий шанс. Слава Богу. Или Всевышнему, или Аллаху, как хотите. Что вы входите в большую жизнь как специалист, когда ваш работодатель, страна в целом, политическая элита, менеджмент, весь наш бизнес осознал, что так развиваться, как мы развивались раньше, нельзя. Поэтому, наверное, у вас будут трудности, как у специалиста. А возможно, вам предстоит изобрести и создать ту продукцию, которую сегодня мы за большие бабки покупаем у немцев, у итальянцев, у французов. Вот это очень стыдная история. Мы после войны в 59-м году запустили спутник, как известно, а в 61-м отправили в космос первого человека. Нам никто не помогал не делать ни спутник, ни космический аппарат, до которым полетел Гагарин. Но мы же сделали. Так вот, это первая часть вашего вопроса. И вторая. Не будут ли все деньги перенаправлены на войну? Нет, не будут. Россия не может так существовать. Ни как страна, ни как экономика не может. И мы проиграем любую войну, если мы будем деньги направлять на войну. Мы должны деньги направлять в образование для того, чтобы хорошо воевать. Мы должны деньги направлять во все другие сегменты, в социалку, потому что вы должны нормально учиться, у вас должна быть хорошая стипендия, а иначе плохо, не будем иметь то, чем надо воевать. понимаете? Вот мы сегодня маленькую тайну вам открыли. Лет на 10 опередили мир именно в этом сегменте. Я до сих пор не имею ответа, как это произошло, но в сегменте современного вооружения мы лет на 10 впереди всего мира. Все, что летает и стреляет у нас сегодня лучше с лагом примерно 10 лет. калибры, кинжалы, посейдоны, сарматы, ну там и много других красивых названий, которые вы знаете. Это все самое лучшее в мире. И это наш шанс. Но это не значит, что нам не нужно тратить деньги на образование, на стипендии и перенаправлять вот так вот. Давайте сейчас все направим на калибры и сарматы. Не полетит. Отстанем, проиграем. И уже отстаем, поэтому. Не будет тогда этого никогда. Именно потому, что у нас сейчас период, знаете какой, период, я бы сказал, такого исторического прозрения. Вот у всех у нас, у меня в том числе, период исторического прозрения. Что надо делать и что не надо делать в стране. Я бы немножко, так сказать, приземлил. Я понимаю, что вы озабочен не только судьбами, так сказать, отечества, но и своей личной карьерной траектории. Вот любые такие перетрубации, которые сейчас происходят, означают возникновение десятков тысяч вакансий. Это раз. Во-вторых, вот до 24 февраля и всю жизнь так было, женщины говорили, что есть две проблемы. Нечего надеть, а во-вторых, некуда вешать одежду. Это вечная проблема. Вечная проблема. А если мы ее спроецируем на рынок труда, она будет, эта дилемма звучать так. Невозможно устроиться на хорошую работу. А работодатель говорит, невозможно найти толкового парня. Так оно и есть. Невозможно найти толкового парня. Подготовленные, перспективные, мотивированные, трезвые и благонамеренно настроенные работники нужны всем всегда, и для них будут открыты карьерные возможности при случае сочетания определенных обстоятельств, в том числе случайных. Если вы нацелены на то, чтобы зарабатывать себе на хлеб энергичным, творческим трудом, то вы никогда не пропадете в этой стране. Вот пока микрофон сейчас придет в руки девушки, еще все-таки был очень такой конкретный больной вопрос. Стипендии повысят когда-нибудь ну я бы сразу за парней еще есть одна тревога что с мобилизацией всеобщей. Все время нас пугают западные соцсети, телеграм-каналы. Нам-то менее страшно тем, кто помоложе. А зачем всеобщей мобилизации? Для какой цели? Не, я не к вам. Я вообще задайте себе вопрос. Зачем всеобщей мобилизации? Чтобы что? Чтобы направить на Украину не 100 тысяч как сейчас там условно, а 300 что ли? И это что обеспечит перелом и победу? Война сегодня другая. Зачем направлять на войну дополнительно там 200 тысяч людей, которых надо обучить? Они же не умеют стрелять. Ну ладно там мы с Наримин Хаджичем 3 месяца 3 года проходили военную кафедру, а потом 3 месяца еще 2 месяца военных лагерей. Я, например, стрелял из всех видов стрелкового оружия, какие только были в то время. Нас в этом смысле даже смешно сказать, но неплохо учили. А каких ребят вы сейчас хотите направить отмобилизованных? 18-летних салаг, которые автомат в руках не держали? Зачем? С какой целью? Да нет, конечно, не будет никакой всеобщей мобилизации. Ну, а по другим вопросам? Стипендии. А, стипендии, стипендии, опять же, вот смотрите, я вообще сторонник не государственного регулирования в этом вопросе, а повышения самостоятельности вузов и стимулирования вузов в том, чтобы они сами решали эту проблему так, как считают нужным, для того, чтобы привлечь лучших студентов, платить им больше и так далее, и так далее. Нужно в целом не стипендию повышать решением Думы, давайте повысим стипендию, так никогда ничего не решается в такой экономике, как наша. Надо в целом увеличить финансирование высшей школы, с чего, собственно, вы и начали. Не будет ли деньги переброшены на войну и сокращены деньги на образование? Не будут. Вот там и сидит вопрос о стипендию. Олег Викторович, он ведь все-таки профессиональный политик, хотя он тоже преподает, насколько я понимаю. Чуть-чуть. А я вообще ничем в жизни не занимался, кроме преподавания. Никогда. И как только я чувствую, что в аудитории начинаются какие-то мешающие звуки, кто-то начинает разговаривать, отвлекаться, кто-то в телефон полез, у меня есть неубиенный методический ход. И теперь поговорим о стипендиях. И тут же все бросают телефон. 20 минут гробовой тишины это гарантированно совершенно. Вот я абсолютно убежден. Вы можете меня, так сказать, за это порицать и вообще придать, так сказать, анафеме. Стипендия в нашей стране это родимое пятно социализма. Не платят стипендии нигде просто так по факту поступления на учебу. Вот смотрите, вот заходишь в аудиторию, две части. И когда я начинаю объяснять, что такое политика, это вопрос о воле. Это вопросом чего вы хотите. Мы представим себе, сюда заходит премьер-министр. У вас есть две минуты и вы скажите, вот на первом месте у нас интерес заключается вот в этом. Вы должны решить вот эту задачу. Бюджетники скажут повысить стипендию, а платники скажут снизить стоимость обучения. А эти вещи как сообщающиеся сосуды. Понимаете, чтобы повысить стипендию бюджетнику, надо задрать стоимость обучения у платника. Ну, если совсем так вот примитивно говорить. Надо искать другие механизмы поддержки, но не всех поголовно, а тех, кто доказал свою целеустремленность как будущего специалиста результатами в учебе, какими-то видами деятельности самостоятельной. Но я вас уверяю, если вы не истратите в пустую студенческие годы, а приобретете какие-то знания, прости господи, компетенции, то вы всегда найдете себе работу, потому что хороших работников не хватает. А вы спросили, вы бюджетник, да, вы учились на бюджете? Когда учились? А что вам хватает стипендий месячной? Мне в целом не хватает, потому что я являюсь получателем полученных государственных академических студентов. Вот так. К тому же такой вопрос более... А микрофон нет у вас, чтобы запись... Такой уточняющий вопрос. Вы сказали насчет построения образования в целом. То есть, когда стипендию платят конкретно за что-то. Это как, как я понимаю, это американская система, когда стипендия... А не платят в Америке стипендии? Нет. А в Китае вообще бесплатного образования высшего нет? Ну, это возможно как последствия, а вот подарок советского... Статка образования Советского Союза. Стипендия? Да. Это пережиток, это родимое пятно? Но получается судя по этой логике в университет... Прожить на стипендию невозможно. На обычную стипендию. Невозможно. Согласен. Значит, она имеет символический смысл. Это государство демонстрирует вам, что оно о вас заботится. А может, лучше бы оно предоставило вам хорошие льготные кредиты? И когда бы вы сами решали, сколько истратить, на какие нужды, так сказать, квартиру снять, или там пищу покупать более качественную, чем в каких-нибудь там столовых и так далее. Но не решает стипендия поддержания жизни студента. Не решает. Это вопрос символический. Раз я получаю стипендию, значит, я занимаю более высокую ступеньку в иерархии успешности. Вопросы давайте. Меня зовут Диляра, я студентка Казанского национального технического университета имени Туполева КАИ. У меня появилось несколько вопросов. Первый из них это, безусловно, никто не сомневается, что исход военной операции будет для России положительным. Производят ли какие-то глобальные изменения в общении с другими государствами? Изменится ли политика Запада, даже не брать Запада, а мира против России? Второй вопрос это, сейчас, на данный момент, если посмотреть на Украину, то выделяются огромные деньги, несмотря даже на США, а вот брать Великобританию, там, недавно говорили, еще миллион фунтов выделили, США на данный момент посчитало более 53 миллиардов долларов. Вот, как вы считаете, кто вообще будет возвращать все вот эти деньги? Потому что понятно, что они не просто так даются. Даже ленд-виза, которую сейчас одобрили в США, она тоже платная. И третий вопрос, считаете ли вы, что когда-то ли распадется НАТО, какие будут ли последствия распада НАТО, и может ли НАТО объявить политику закрытых дверей? то есть, не как сейчас открытых. Ну, вот, вы задаете вопросы, ответы на которые нам с вами лучше всего получить, лет через 10 мы встретимся с вами, да, и уже будет такая эмпирическая база, которая позволит нам на эти вопросы ответить. Но я от противного тогда буду отвечать. Вот вы, фактически, вы спросили, а какой будет мир после того, как мы одержим безоговорочную военную победу на Украине? Я уверен, что мы одержим безоговорочную военную победу на Украине, и эта безоговорочная военная победа на Украине будет означать следующее. Я даже однажды публично это сказал, надо мной даже немножко посмеялись, я сказал, что вообще специальная военная операция России на Украине это принуждение Запада к переговорам о конструкции будущей безопасности в мире. Нам не нужна Украина, нам не нужна территория Украины. Нам нужен, конечно, другой режим, скажем так, режим взаимоотношений иной с Украиной, чтобы нам оттуда не сходила угроза. Но как таковая Украина, вот как страна, какие-то приобретения экономические, политические нам не нужны. Мы там решаем другую, глобальную задачу, мы там решаем задачу безопасности наших, нашей с вами. Ну уж тем более ваших детей, внуков и так далее. Вот это глобальное переустройство мира, которое началось в результате конфликта на Украине. Этот процесс сейчас не остановить. Вот даже если военная операция по каким-то причинам прекратится, представить себе, что мир просто откатится на рубежи там до 24 февраля, я не могу. Все, он уже другой. И нам никто ну в кавычках не простит этого, нас никто никогда не пожалеет, никто никогда не отменит санкции, потому что мы пойдем на какие-то уступки. Если мы на них пойдем, санкционное давление, военное давление будет в разы просто сильнее. Нас в порошок сотрут. Поэтому никакого варианта у нас нет. Мы должны довести эту операцию до победного конца, а потом принудить тем самым Запад к разговору с нами. Они должны понять, либо Россия будет чувствовать себя в безопасности на каких-то правилах и принципах, либо будет уменьшаться уровень безопасности для Запада каждый день. Вот другого варианта никакого нет. Либо вместе к безопасности, либо вместе к понижению этого уровня безопасности. Вам будет жить, уважаемые французы, немцы, американцы, британцы, австрийцы страшнее и опаснее с каждым днем, если вы не пойдете навстречу нам на уступки. Вот ответ на ваш вопрос. Как будет устроен этот мир? Ну, определенные принципы понятны. Давайте сделаем так, чтобы ядерное оружие было на территории только страны производителя. Кто обладает там ядерное оружие? Больше за пределы ни одной ракеты, ни одной системы. Второе. Уберите наступательные системы из Европы, которая направлена на Россию. Уберите. Я просто называю вам принципы, которые мы предложили 15 декабря прошлого года. Третье. Слушайте, она-то почему расширяется? Ведь мы же 30 лет задаем один и тот же вопрос. Вы зачем это делаете? Нам говорят, но это воля, не ваше дело. Хотим, расширяемся, не ваше дело. Ну, вот сакральный вопрос, мы его тоже задавали. Завтра мы договоримся с Кубой и поставим туда ракету. Американцы говорят, вы что? Вы чего? С ума сошли? Такое уже было, кстати. Да, ну, такое было. Но, когда мы говорим, чем это отличается, если мы с Кубой договоримся, она суверенная страна. Разместим там ракеты и нацелим их на Вашингтон, и подлетное время будет 3 минуты. Американцы говорят, это очень нельзя. Это как-то нехорошо. А то, что, значит, время подлета аналогичной ракеты, скажем, с территории Эстонии до Санкт-Петербурга 1 минута, это нормально, да? Нет, ну, к вопросу о том, как мы на это реагируем, мир уже таким не будет. Он будет обязательно другим. И в этом противостоянии мы должны обязательно победить. В том смысле, что мы должны навязать миру всему новые правила понимания безопасности, всеобщий. и тогда всем будет комфортно. к сожалению, приходят делать вот через такие средства, как сегодня. Теперь деньги. Украину закачивают деньгами. Милочка моя, да кто ж сегодня думает, кто эти деньги будет отдавать? Никто не думает. Если представить себе на секундочку, что есть некая Украина, которая задолжала Америке и всему остальному западу десятки миллиардов долларов, то понятно даже первокласснику, что никто никогда ни в каком виде эти деньги по-нормальному вернуть не сможет. Это на другой деньги идут. Деньги на войну, чтобы они загорели вместе с Россией. Поэтому вопрос России не придется возвращать за Украину? Вот это я вам гарантирую. Придется? Вот это я вам гарантирую. Не придется никогда в жизни. Наоборот, еще приплатят за то, чтобы мы на комфортных условиях с этими деньгами обошлись. Спасибо. Так, вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Эмиль. В самом начале я еще зацепился за слова ваши. То, что Крым, ЛНР и ДНР отделились по воле мирных граждан. Собственно вопрос, возможно ли отделение субъектов Российской Федерации так же, как и в случае с ДНР и ЛНР и каковы будут действия властей Москвы в таком случае? Спасибо. Вот гадание на почве контурных карт это одно, а реальная ситуация в области безопасности это другое. Я в самом начале сказал, что у России и США принципиально разные философии безопасности. Россия всегда была объектом угрозы непосредственно территориально примыкающей к ее границам и поэтому эту угрозу надо было отодвинуть. Америка жила далеко дистанционно и ее философия там называется либеральная институционная надо поменять режимы. У меня формула такая была страны в которых есть Макдональдс друг с другом не воюют потому что у них рыночная экономика значит у них либеральная демократия значит у них парламентская система выборы и так далее они признают легитимность друг друга. Вот если мы сегодня возможно ли я вспоминаю себя лет 40 45 тому назад если бы никто не сказал что возможно распад Советского Союза я бы пережил это как ситуацию общения с умалишенным человеком никто не мог предположить если если мы начнем вспоминать природу сепаратизма как его называли в тех или иных регионах вот например в Татарстане был сепаратизм не было никакого сепаратизма были настроения довольно узкой группы людей как правило это были отставные пенсионеры которые говорили а что если нам в НАТО вступить людям дали говорить впервые за многие десятилетия и они стали упражняться у кого полет фантазии выше да вот мы сейчас по Волге начнем танкеры с нефтью гонять или мы всю Россию кормим они за счет нашей нефти живут я все время спрашивал таких случаев а ты за счет чего цемента живешь и металла у тебя что здесь есть ископаемые так сказать ты руду добываешь здесь Северный Кавказ если вы вот поинтересуетесь новейшей историей событий в Чечне предположим да то вы увидите что сначала возник внутри чеченский конфликт внутри чеченский конфликт между сторонниками отделения там Ичкерии и сторонниками нахождения в Советском Союзе вот воля народов это вещь которая имеет наверное такую субстанцию а иногда она просто становится предметом манипуляции в 91 году было два референдума в том числе на Украине в марте подавляющее большинство граждан Украины высказалось за сохранение обновленного Советского Союза а ближе к осени большинство высказалось за суверенную Украину поэтому когда мы говорим о воле народа как формально сконструированный так сказать акт референдума это одно а когда мы говорим исторические духовные какие угодно культурные предпосылки соединения или разъединения народов это другое я не вижу в России регион который на полном серьезе единодушно так сказать когда народ выступит в роли субъекта воли выбора скажет мы от России хотим отойти центральноазиатские республики как их сейчас называют или республики средней Азии оказались просто выброшенными за пределы Союза СССР потому что их никто не спрашивал хотите вы жить в составе Союза СССР или не хотите вот уверен сейчас проведи корректный социологический опрос например в Таджикистане например в Кыргызстане и спросить товарищи вы хотите вернуться обратно в состав Советского Союза я не Нострадамус но я прогнозирую с высокой долей вероятности что они скажут да мы бы хотели вернуться обратно в Советский Союз чтобы мы не были гастарбайтерами чтобы у нас не потребовалось рабочих там виз каких угодно и чтобы прекратились гражданские распри войны кровопролития что мы бы жили под эгидой Москвы если уж на то пошло и какой-то политической руководящей силы которая бы дисциплинировала местные элиты поэтому давайте лучше не будем так вопрос ставить возможно ли возможно все возможно что завтра вообще так сказать какой-нибудь метеорит прилетит или еще что-нибудь такое инопланетяне приедут и мы с украинцами составим единый фронт сопротивления пришельцам ну о чем будем фантазировать мало очень вероятно скажем так спасибо Олег Викторович но в то же время абсолютно гравитация есть понимаете есть понятие историко-культурное политическое какое угодно гравитации но в то же время сейчас секунду Олег Викторович воля народа это вещь которая очень часто становится объектом манипуляции и обратно верное то что например если брать Крым Донецкую и Луганскую народные республики у меня нет никакого сомнения что там именно подавляющее большинство именно граждан которые проживают на этих территориях абсолютно однозначно проявили свою волю в этой ситуации понимаете ну ладно Крым там ни одного убитого да ни одного выстрела там правда был два выстрела было два человека реально погибли но мы даже как бы эту статистику делаем нулевой потому что это был снайперский огонь было не очень понятно кто это стрелял как погибли эти два человека это вот те жертвы которые произошли в результате воссоединения Крыма с Россией там все произошло вот по этому мирному сценарию но у меня нет никакого сомнения что этот мирный сценарий подкреплен колоссальным волеизъявлением граждан проживающих на территории Крыма равно как меня никто не убедит что можно 8 лет противостоять государству мощному государству давайте не принижать военные и экономические возможности Украины силами ополчения да при помощи при поддержке России да мы помогаем но там никогда не было российских военнослужащих это вранье и бред даже даже если представить что там были ЧВК Вагнер какие-то какие-то добровольцы допустим я не знаю ЧВК Вагнер это вы что-то прочитали там видимо в известных так сказать ресурсах но даже представьте себе что это там какие-то считанные люди они могут определить исход этого противостояния ну не смешите это невозможно даже близко невозможно понимаете это либо действительно воля и реальные действия вот тех мужиков которых мы сегодня видим ты кто я повар а ты кто я учитель а сколько тебе годков 45 вот мы кого сегодня видим там на фронте какой ЧВК Вагнер даже если там есть какие-то эти так называемые там гуси войны вот с той стороны дофига но даже представить что там были эти 8 лет какие-то наши добровольцы вы всерьез можете себе представить что они определяют судьбу Дебальцева и Лавайска вот этого 8-летнего противостояния вот на такой линии фронта это невозможно по определению понимаете это было проще всего послать ЧВК Вагнера в 8-м году в Грузию да там до Тбилиси оставалось доехать по прямой и сопротивления никакого не было так не бывает так не бывает в истории следующий вопрос пожалуйста добрый день меня зовут Никита я занимаюсь развитием стилинического спорта и у меня вопрос очень сильно сопряжен с тем что происходит вы говорили до этого и в принципе все говорят о том что времена турбулентности они очень сильно связаны с какими-то кадровыми решениями и очень сильно как мы сейчас увидели особенно после так называемого губернатора пада и прочего что многие российские чиновники оказались не способны к действительности турбулентности вы у себя в телеграм-канале написали как раз про Рубин Казанский который вылетел в футбольно-национальную лигу вы написали нужен серьезный разбор полетов игры нет результат закономерен если мы посмотрим статистику не только футбольный клуб Рубин провалился провалилась вся молодежь Рубина во всех чемпионатах ЮФЛ М-лига они заняли последнее место из всех возможных 14 из 14 и 10 из 10 хоккейный клуб Акбарс впервые в истории в своей ну последней вылетел в первом раунде Кубка Гагарина работа с клубом ну была тоже на очень низком уровне волейбольный клуб Зенит Уникс баскетбольный гордость нашего татарстанского спорта тоже полностью провалилась во всех своих турнирах каждый год у нас было что какой-то клуб казанский где-то что-то выигрывает в этом году полный провал полное отсутствие работы какое-никакое с болельщиками абсолютно везде ни одного баннера кроме граффити напротив Татнефть-арены связанное с нашим профессиональным спортом в Татарстане отсутствует то есть когда люди приезжают в Казань ничего не видят о том что происходит в спорте соответственно возникает такой вопрос вот вам как человеку который родился в Казани как человеку который болеет за рубин полагаю не кажется ли что пора сделать выводы о компетенции министра спорта республики Татарстан и что надо сделать чтобы Татарстан не на бумаге считался спортивной столицей мира а в условиях турбулентности и в условиях всего происходящего дать действительно оценку тому тем процессам которые в спорте происходят почему это спрашивают вы можете конечно сразу сказать что нет это частные клубы нет хоккейный клуб Акбарс Рубин они полностью аффилированы с республикой Татарстан и большинство спонсирований выполняется за счет республики республика лично президент наш республики Татарстан министр спорта постоянно аффилирует эти клубы со своими личностями со своими политическими достижениями еще раз повторюсь вопрос стоит ли сделать какие-то кадровые решения на ваш субъективный взгляд и что надо для этого сделать чтобы действительно в спорте Татарстан не проваливался как постепенно все он катится катится вниз за последние годы а развивался я как начальник управления позвольте чуть-чуть глобализирую от сложного к простому есть еще больше вопрос не кажется ли вам что многих людей не говорю большинству многих людей сегодня следовало бы пример наказать в том числе и за провалы того же импортозамещения о котором вы вспоминали ну и в частности вот скажем за провалы в нашем спорте например и так далее меня зацепило как бывшего начальника управления внутренней политики администрации президента слова про губернатора ПАТ а где вы увидели это его 6 губернаторов из которых по-моему двое по 10 лет находились на своих должностях подали в отставку президент принял эту отставку вообще у нас единый день голосования осенью и обычно у нас вот как раз в это время примерно весной каждый год происходят губернаторские отставки именно для того чтобы появился человек который исполняет обязанности и он успел подготовить избирательную кампанию и вышел в сентябре на выборы вот как раз здесь сразу просто чтобы мы разделили мухой котлет как говорят никакого губернатора ПАДА в России нет это точно все абсолютно штатно и я видел гораздо большие турбулентности в части губернаторского корпуса то есть в части количества заменяемых по срокам чем это происходит сегодня когда казалось бы как раз ситуация достаточно такая острая и тут можно было бы ожидать более даже радикальных кадровых решений их нет все достаточно стабильно вторая часть вашего вопроса но мне на нее трудно ответить профессионально я имею ввиду по спорту я болельщик да вы правы я болею за рубин я в Казани не изменяю живя в Москве и работая в российском парламенте это моя любимая команда я помню победу над Барселоной я помню ничью на стадионе здесь я как раз был здесь когда мы сыграли в ничью с Барселоной 4 ноября в день иконы Казанской Божьей Матери когда татарин значит Исхаков мэр Казани тогдашний когда на первых минутах Барселона не попала в упор в наши ворота он сказал Казанская икона Божьей Матери нас хранит когда значит испанцы не попали в наши пустые ворота не знаю все ли зависит от качества личности министра спорта даже отвечу скорее всего что не зависит по одной простой причине вот Татарстан это территория команд так было начиная с Шаймиева вот не может быть что вся команда хорошая а один министр плохой и вот он уже много лет плохой-плохой и все дело только и на его участке все плохо и поменять это может только один способ если его поменять что-то видимо сбой гораздо более системный и разбор полетов нужно осуществлять не применительно к рубину а в целом наверное к к спорту в республике отношение к спорту и со стороны менеджмента я имею в виду в целом менеджмента политического бизнеса и так далее и так далее я не знаю достаточно ли там финансирования все ли там хорошо с детским футболом и с детским хоккеем но вот вы видите я не могу на этот вопрос ответить профессионально я могу сказать только так вряд ли все так просто как вам кажется давайте поменяем одного министра на другого и машина поедет сомневаюсь что ответ в этом наверное нужны крупные системные решения в управлении спортивной индустрии в республике потому что то что мы видели и имели когда-то и чемпионство Акбарса и чемпионство Рубина и наш Уникс и другие виды спорта где мы всегда были ну если не первыми то уж точно вторыми мы видим что сейчас идет спад наверное это вызов с которым надо что-то делать ну и все-таки вот не нужны ли такие же системные изменения в ряде отраслей экономики образования которые мы это мне кажется просто объективно если вы хотите или вам так кажется что это должно произойти вот утром проснулся Путин сказал ну все ребята больше терпеть не могу и как подписал 84 указа значит как поменял всех повыгонял всех со своих должностей новые пришли в понедельник а в среду мы уже говорим ну вот же всего-то надо было поменять их и смотрите как хорошо зажили но так же не бывает хотя ровно то о чем вы говорите сейчас происходит не может не происходить такие тектонические сдвиги в развитии нашей страны они происходят во всех отраслях чтобы при этом не происходила своего рода кадровая революция она происходит естественным образом а побежали а отказались от своих должностей побросали теплые кабинеты и в аэрофлоте и в некоторых министерствах и Збербанки да Збербанки да Збербанки банков да везде вот вопросы в зале нарастают поэтому если можно и вопросы чуть короче формулировать ну чуть-чуть просто и ответ я понял чувствуете как дипломатичный зашел вроде зал виноват давайте мы средству массовой информации дадим возможность задать вопрос потом дальше пойдем по коллегам студентов у меня масса вопросов первый вопрос звучит так как вы представляете себе денацификацию Польши и какой страна может быть первой в этом процессе это вам вспомнили ох 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 меня все СМИ все мировые СМИ слушайте ну я же политик но вы же понимаете что это политический троллинг и понятно что я закладывал в этот троллинг определенный смысл премьер Польши позволяет себе говорить вещи которые с моей точки зрения недопустимы ну просто недопустимы вот может быть все что угодно не любишь ты Россию ну шут с тобой но ты отвечаешь за страну ты ее лицо говорить такие слова как депутинизация намекать на силовое устранение России с картой мира политической он что хотел чтобы не будем так он что хотел не что а что он хотел какой он хотел реакции ну например от меня как от политика понятно что это троллинг но с другой стороны это не только троллинг вот я отвечал на вопрос ваш по поводу мироустройства будущего мироустройства вы знаете в будущем мироустройстве если представить себя лет через пять такой сверхпозитивный результат наших действий на Украине и дальше в целом в мире Польша не будет членом НАТО или будет членом НАТО в каком-то особом статусе мы будем добиваться такого военного устройства Европы который с ними для нас все вопросы для нашей безопасности и значит может быть Польше придется по-иному выстраивать правила своего военного устройства то есть какие системы у них будут а каких не будет по нашему требованию понимаете то есть мир может так измениться через некоторое время когда польскому руководству придется принимать политические решения в русле деноцификации о которых я намекнул я внятно объясняю или не очень это предполагает какое-то ведение войск нет конечно это означает что когда в результате наших действий мы принудим запад глобальным серьезным переговором наверное встанет вопрос и о поведении будущем поведении Польши как нашего ближайшего соседа можно и нельзя вот сегодня на территории Польши стоят ракеты которые в течение одного дня изобронительно превращаются в наступательных и достают до до Подмосковья это хорошо или плохо для нас как вы считаете ну плохо наверное мы с этим смиримся в будущем нет мы попросим чтобы у них этих ракет не было и так далее а вчерашним решением президента Украины об особом статусе поляков с вашей точки зрения не начался захват Украины со стороны Польши может быть он не вооруженным путем вот так вот уже начался вопрос по факту ну я не знаю что за этим стоит реально я думаю что Польшу тоже могут использовать в данном случае как один из инструментов уже военного давления на нас но если это произойдет то я предполагаю что военно-технический ответ который мы тогда применим он будет иного качества нежели то что происходит сегодня на Украине это опасное развитие событий но я думаю урок который будет встречно преподнесен нами если представить себе что польские вооруженные силы стали каким-то образом участвовать в этом конфликте он будет очень серьезным вот тогда некоторые границы о которых я начал говорить когда говорил о специфике наших действий на Украину они могут быть переступить как там мы можем их переступить скажем так спасибо значит я очень обещал давно вопрос не хочется говорить последнему ряду крайнему ряду они далеко от микрофона давайте дадим возможность меня зовут я из института международных отношений и вот я хотел спросить последние переговоры начали проходить в Турции почему в Турции чего добивается Турция за счет этих переговоров и еще до начала войны Украина являлась наблюдателем в организации Тюркского совета чего Украина хотела добиться от этой организации и еще один вопрос будет ли новый план маршала для Украины в будущем у меня все вопросы короткие такие вопросы предполагающие короткие на следующие полтора часа почему Турция потому что всякая посредническая миссия способствует повышению международно-политического престижа любого актора любого актора предлагали и турки и другие почему они в Тюркский совет хотели войти в качестве наблюдателей для того чтобы активизировать тематику крымско-татарского народа и сказать что они так сказать что они в принципе не против активизации вот того что мне кажется не совсем корректно называется по пантеркизмам но они видят в Турции хороший противовес России а план маршала я не знаю я отвечу будущего украины в ее нынешних границах я думаю что шансы на то что она может сохраниться в сегодняшней границе пост крымских я имею ввиду после 2014 года нулевые нулевые следовательно о чем мы говорим какой план маршала в отношении чего я пока даже не могу ответить для себя ясно вопрос каково будущее той части планеты которая сегодня называется Украиной у меня ответа до конца нет могут быть самые различные сценарии этого будущего но видимо ответ этот будет дан в ближайшее какое-то обозримое время поэтому о плане маршала в таком классическом варианте как мы его понимаем я думаю просто невозможно говорить именно по этой причине спасибо так давайте вот вы сейчас а потом вы здравствуйте меня зовут Артем я студент казанского авиационного института и мне хотелось бы узнать что вы думаете насчет вступления Финляндии и Швеции в НАТО и к чему это может привести ничего хорошего в этом нет это все тот же сценарий когда НАТО расширяется приближается к нам со всех сторон мы просто уже в кольце натовских государств с 97 года с момента когда нам были даны гарантии что надо не будет разрешаться они прошли полторы тысячи километров вот ровно если по карте посмотреть от Берлина от Берлинской стены до Черноморских портов Румынии которая стала членом НАТО Болгарии и так далее полторы тысячи километров ну чуть меньше там 20 минус вот теперь еще с севера в этом смысле ничего хорошего нет пока игра такая вы нам сказали что вы против расширения НАТО вот получайте в ответ обратное НАТО будет расширяться с точки зрения военной вот такой прямой военные угрозы вряд ли это расширение что-то решающе меняет в решающем таком военно-стратегическом смысле в политическом смысле меняет многое потому что если Швеция и Финляндия становятся членами НАТО мы будем вынуждены давать ответ соответствующий военный геополитический он обязательно будет и он будет неприятный обязательно неприятный и для шведов и для финнов и в целом для Балтийского региона в целом для Европы это очередной вызов но в чем вот разница понимаете если до начала этого года любое действие НАТО встречало с нашей страны единственную реакцию мы говорили ребята зачем вы это делаете они делали следующий шаг мы опять им говорили ребята нас это беспокоит они делали еще один шаг мы опять их так сказать пытались им объяснить что нам это не нравится вот теперь ситуация изменилась в мире любое телодвижение НАТО в нашем направлении вызывает не слова которые мы произносим а действия которые мы осуществляем вот такого не было 30 лет теперь теперь перешли на этот язык и мы пытаемся на этом языке объяснить что вы не только нам делаете плохо вы главным образом себе делаете плохо вы себе понижаете уровень безопасности себя ставите под угрозу вот так бы ответил я ваш вопрос спасибо давайте 3 4 ну очень четко сформулированных завершающих вопросов давайте вот вы очень давно просили микрофон потом вам потом первому ряду и кто-то еще меня просит а вижу как много вопросов Олег Викторович 5 вытянем вопросов если мы уложимся до 4 потому что у меня самолет я могу потом просто сказать вам спасибо до свидания и оставить вам на растерзание на Эльмитхадыч ну мы будем стараться уложиться давайте пожалуйста здравствуйте вопрос у меня следующий с проведением специальной военной операции появилась и так называемая информационная война и помимо врагов внешних у нас появились враги внутренние в нашей стране то есть это всякие люди либерально настроенные ставящиеся в статусе в твиттере украинские флаги флаг так называемой прекрасной новой России будущего белый синий белый и говорящие очень плохо как про нашего президента желающие поражения нашим войскам смерти нашим солдатам не считаете ли вы что вот таких людей нужно ну не то что вычислять и калечить но как минимум вычислить и провести с ними воспитательную беседу ну это стоит сделать вычислять и калечить хорошо так это остро никого калечить не надо если не согласен с чьей точки зрения надо вступать в аргументированную дискуссию то что вы назвали информационной войной началось далеко не 24 февраля это война не информационная информация технический термин это совокупность сигналов разнонаправленных это война смысловая она не вообще никогда не прекращалась с самого так сказать вот если мы будем прослеженную историю смотреть начиная там с раскола в христианстве с чего угодно начиная с интерпретации татаро-монгольского ига так называемого эта смысловая война никогда не заканчивалась она просто проявила другие формы что касается вот проекции конфликта на наши внутри социальные вещи на внутриполитические вещи здесь мне кажется самое страшное что произойдет если у людей принимающих решения о состоянии нашей публичной информационной сферы дрогнут нервы это будет плохо надо давать аргументированный ответ только и все потому что поставить лейбл пятая колонна для этого не требуется ни образования ни ума ни такта не культуры и найдутся люди внизу понимаете внизу на уровне там я не знаю дом управления который будет говорить вот это вот пятая колонна давайте выселим из квартиры а ее моим родственникам отдадим очень аккуратно тут нужно законодатель провел абсолютно четкую границу между можно и нельзя если вы в своем телеграм-канале или вконтакте или в одноклассниках напишите я не согласен с военной операцией на Украине ну не согласен не согласен это ваша точка зрения я не согласен с политикой Путина имейте право мне абсолютно не нравится что несет на трибунах Думы и на экранах телевизора депутат Морозов ваше право это абсолютно нормальная вещь ваша гражданская позиция вы так считаете если вы говорите что надо значит убивать значит я не знаю там русских в Белгороде потому что они живут на границе с Украиной а я разделяю цели украинского государства поэтому надо убивать каждого русского кто живет на расстоянии 10 километров или русского или просто россиянина живущего на расстоянии 10 километров от украинско-российской границы к вам придет прокурор вас вычлет установит потому что это подпадет под нормы закона и тогда вас накажут пятая колонна не пятая колонна это уже не будет никого волновать вы нарушили закон вот если вы в информационных каналах ведете информационную как вы назвали ее войну имея ввиду что вы не согласны с чем-то но находитесь в рамках допустимого закона то моя задача с вами разговаривать и чем я буду активнее это делать как салат Эльвис Хач надо находить аргументы для того чтобы с вами объясниться может быть разве в чем-то ваше несогласили аргумент а вот если действительно вы нарушаете закон там все работает там все механизмы существуют и более того я уж конечно не знаю но по-моему сейчас эта машина так работает ай-яй-яй раньше так никогда не было не забалуешь дальше ну все-таки вычитать калечить это тоже хорошо так пожалуйста курутка несколько вопросов первое это как будет действовать РФ на попытку появления нового санитарного кордона второй санитарного санитарный кордон а что это ну между Европой и Россией вы имеете да второй вопрос было упомянуто что ОДКБ как и НАТО будет расширен в ближайшее время и в него войдут десятки стран как вы это ваш комментарий третий вопрос Польша Румыния и Венгрия будут ли претендовать на часть территории Украины как историческую часть этих стран и последнее как Сербия переносит давление со стороны Европы так как сотрудничает СРФ и будут ли какие-нибудь объединения или интеграции последний вопрос я не расслышал как Сербия Сербия а Сербия Сербия и пятый вопрос есть ли возможность отменить рейс Морозова да смотрите у нас еще три вопроса в зале я хочу чтобы вы выбрали на какой считаете сейчас вот очень важным ответить можно я отвечу по ДКБ да действительно прозвучал такой тезис что мы понимаете как вот сейчас вот весь мир находится в состоянии такой мощной турбуленции он будет меняться обязательно я не представляю себе что вот завтра кто-то возьмет и напишет заявление в ДКБ вот завтра но я не исключаю что реализация этого тезиса до которого вы сославились произойдет в течение вполне обозримого будущего с лагом там год два три четыре пять почему потому что вот тот вектор переустройства мира который задала наша спецоперация он обязательно заставит страны выбирать как им защищаться как им обеспечивать свою безопасность против кого дружить я вас уверяю что по истечении определенного времени дружить после России будет крайне невыгодно и с экономической и с военно-политической точки зрения поэтому я не исключаю что об этом пошла и речь когда говорили о том что ОДКБ может расширяться может потому что это будет одна из зон коллективной безопасности где можно будет гарантировать себе эту безопасность там условно из Сирии она сегодня не может гарантировать сегодня свою безопасность без участия России спасибо первое второе третий давайте вопрос договориться один вопрос потому что по одному да очень большой был комок иначе все равно предложу выбрать лучше выберите сами здравствуйте меня зовут Лиана у меня следующий вопрос почему Россия ставит в приоритете помощь другим странам например Греции во время кризиса или ЛНР ДНР не лучше ли направить ресурсы на внутреннюю политику спасибо миссия такая всемирно историческая как раньше говорили миссия такая потому что Россия замкнув себя не сможет сохраниться в качестве такого вот какого угодно комплекса геополитического цивилизационного и так далее Россия всегда приходила на помощь и это можно разными метафорами так сказать определять и не всегда так сказать в ситуации когда мы получали благодарность на которую вправе были бы рассчитывать те же Балканы тот же Южный Кавказ понимаете вот эти народы очень быстро забывают что бы с ними стало что было бы на территории современной Грузии если бы она по Георгиевскому драктакту не вошла бы в состав Российской империи это очень большой вопрос ее просто не было говорят история не знает сослагательных наклонений а тут недавно журналист Денис Драгунский какая ерунда она сплошь состоит из сослагательных наклонений и очень много таких случаев вот понимаете империи всегда соседствуют не с какими-то там такими хорошими красивыми карликовыми государствами они соседствуют с другими империями всегда была Персия всегда была Османская империя есть Китай кстати про который есть Пакистан про который мы предпочитаем просто не думать и огромная страна просто не думать вот Пакистан географическое понятие что будет через 50 лет с ролью Пакистана региональной глобальной никто сейчас наверное кроме там 3-4 специалистов экспертов не скажет миссия такая помогать всем и такой альтернативы нет либо-либо если мы не помогаем мы не Россия мы так устроены и два завершающих вопроса средства массовой информации и студенты давайте начнем а какое интересное средство массовой информации бизнес онлайн бизнес онлайн у меня вот вопрос такой на прогноз мид франции о том что украина через 20 лет вступит в евросоюз вы говорили что через 20 лет не будет украина в той форме в которой она сейчас существует как евросоюз тогда что будет с украиной как вы предполагаете будет ли она в составе россии читает мой телеграм канал и меня же прихватывают этим а нечего троллить Олег Викторович вот что будет с украиной она войдет в состав россии как вы предполагаете и что будет с евросоюзом я сказал ровно то что я сказал вот это я подтверждаю я уверен что через 20 лет украины в том виде в каком она сегодня существует не будет следовательно и вопрос который сегодня стоит о вступлении в евросоюз непонятно с чем он связан с каким государством с какими полномочиями с какой властью с какой территорией и под какие аплодисменты турции кстати да которая 20 лет или сколько там не может войти в евросоюз а украину больше да собираются туда принять в прихожей их держат так сказать это первое а вот второе когда я сказал что не будет евросоюза это уже считаете что мой такой личный прогноз мне кажется что евросоюз действительно как организация находится в колоссальном кризисе который будет усугубляться ровно по мере тех процессов которые будут происходить дальше в мире вот по мере того как будет выстраиваться новая архитектура мировой европейской безопасности на мой взгляд объективно будет меняться и статус евросоюза и возможно его юридическое оформление возможно членство в этой организации считайте что это мой прогноз что евросоюз в нынешнем виде в течение 20 лет не сохранится он будет трансформироваться следовательно это ответ на вопрос куда должна вступать Украина какая Украина и куда какая будет Украина я сказал другая это уже следующий вопрос а вдруг евросоюза хочет вступить в Россию к тому моменту давайте завершающий вопрос здравствуйте меня зовут инсав я студент первого курса и такой вопрос как вы считаете какие специальности будут востребованы в ближайшие 5-10 лет и нам как молодежи студентам куда стоит развиваться это вопрос вкусовой я вам точно могу сказать что тех вещей и тех видов деятельности которым вам придется заниматься по окончанию университета еще не изобрели очень все быстро меняется водородная энергетика вот такая вещь и когнитивные науки потому что мы все время являемся заложниками каких-то слов вот есть слово как вы считаете будет санитарный кордон что такое санитарный кордон это метафора мы поэтому не поняли с самого начала это метафора это то что относится ни туда ни сюда и обеспечивает какую-то ну взаимную изоляцию уже нет никакого санитарного кордона вот есть наш союзник Белоруссия которая гранична с государством НАТО вплотную к нам подошли там силы так сказать противо ну наших скажем оппонентов Словения там Словакия Болгария Румыния Румыния каков санитарный кордон граница я думаю что когнитивные науки это вот надолго а водородная энергетика Олег Викторович аппетит приходит во время еды вы чувствуете вопросы раскручиваются да их становится больше тогда один только завершающий вопрос когда вас ждать в следующий раз в гости чтобы продолжить разговор а это зависит от Мензарипова понятно Резак Таулыч это мой однокашник одногруппник комсорг нашей группы изначально потом член комитета комсомола куда мы его делегировали коллега по парткому коллега по парткому поэтому вот от него все зависит как скажете я тут же прибегу тогда спасибо вам спасибо Резак Таулычу и мы что-то очень хотите а будет ли фотосессия спрашивает еще из зала а если он разрешает то будет спасибо вам большое до скорых встреч аплодисменты аплодисменты Субтитры подогнал «Симон»